И так Авраам отпускает слуг и говорит, мы пойдем дальше и поклонимся Богу. 6 стих. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Взял огонь и нож. Огонь. Нож для того, чтобы заколоть сына. Огонь для того, чтобы совершить всесожжение тела его. И двое шли дальше. Представьте себе это путешествие, этот путь. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему. И сказал, если вы были на наших занятиях по Евангелию от Иоанна, то вы уже слышали то, что я скажу дальше. Дело в том, что этот стих тесно связан с первой главой Евангелия от Иоанна. И Исаак уже не младенец. Ему 15-16 лет. Исаак отлично понимает, что должно произойти. В 7 стихе он задает очень меткий вопрос. Он говорит, «Папа, вроде бы все необходимое для жертвоприношения у нас есть. Есть огонь, есть дерево, но где животное? Где жертвенное животное? Где огня для всесожжения?» Исаак задает этот вопрос. Да, мне говорят, что нужно прочитать стих. Прочитаю. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова. Где же огня для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе огня для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Представляете себе напряженность этого момента. Авраам дает великолепный, блестящий, просто роскошный ответ на вопрос Исаака. В результате этого ответа мы узнаем новое имя Бога, Ягова Ира. Господь позаботится. Господь воздаст. Это ответ, исполненный верой. Ответ этот указывает, что Авраам понял новую черту, новую превосходную черту Божьего характера. Он мог бы предположить, что Бог мучитель, что Бог изверг, но предположил иначе. Давайте разберемся. Помните бытие в 18 глава? Авраам беседует с небесными гостями, который идет в Содом и Гоморру. Этот диалог превращается практически в молитву. Он хочет узнать, уничтожат ли город, если там найдется всего 50 праведников, или 45, или 30, или 20, или 10 праведников. Что же делает Авраам в этой молитве? Он пытается понять некое качество Бога. Он пытается ходатайствовать за Лотой и его семью. И ходатайствуя за Лотой и его семью, он открывает новые Божьи качества. Так всегда происходит в молитве. Мы молимся за другого человека, но при этом узнаем характер Божий, узнаем, каков Бог. Молитва имеет и горизонтальное применение, потому что мы молимся за людей, которые рядом с нами. Но молитва направлена также и вертикально. Она направлена к Богу, потому что мы получаем либо ответы на молитву в физическом, в нашем материальном мире, либо мы лучше понимаем сущность Бога. Что же узнает Авраам в молитве в 18 главе? Он фактически задает вопрос, кто милостивее, кто более милостив, я или Бог? Кого более волнует судьба этих людей, которым предстоит сгореть сейчас? Кого более волнует их судьба, меня или Бога? Вот вопрос в 18 главе Бытия. Бог отвечает, меня она волнует больше, меня, Бога. В 22 главе Аврааму на ум мог бы прийти другой вопрос, в связи с тем поручением, которое дает ему Бог. И вопрос этот таков. Неужели Бог столь же жесток и немилостив, как божества ханаанские? Неужели Бог столь же немилостив, как ханаанские божества, идолы которых требовали, чтобы им в жертвоприношение сжигали детей ханаанских? Ханаанские божества требовали, чтобы им в жертву приносили детей. Или сами хананеи требовали, чтобы детей сжигали в жертву божеством. Вот вам искушение Авраама. Неужели мой Бог, тот самый Бог, который говорил со мной среди халдеев, тот самый Бог, который вывел меня из той земли, который привел меня сюда, который позволил пожилой жене моей родить сына нашего, неужели он столь же немилостив, как боги ханаанские? Есть ли что-то особое в этом боге? Апостол Павел в послании к Коринфянам, 10 глава, 20 стих, говорит о том, что язычники, приносящие жертвы, приносят жертвы демонам, приносят жертвы бесам. Конечно, ханаанские боги — это не настоящие боги, это демоны, это бесы. Вот вопрос, который мог задать себе Авраам. Ответ на него мы находим в 22 главе. Я говорил вам о том, что существует связь между вопросом Исаака и Новым Заветом. Я говорил вам также о том, что Авраам дает великолепный ответ на этот вопрос. Ответ исполненной веры. Ответ, находящий в себе, находящий, обнаруживающий новую черту Божьего величия. И все же ответ этот не полон. Исаак говорит, вот огонь, и вот дрова. Где же Агнец для всесожжения? Авраам великолепно отвечает на вопрос. Бог усмотрит себе Агнеца для всесожжения. Сын мой. Ответ великолепный, но не полный. Полный ответ мы не найдем в 22 главе книги Бытия. Полный ответ мы даже не найдем во всей книге Бытия. Полный ответ мы не найдем и в книгах Пятикнижия, в первых пяти книгах Моисеева. Полный ответ мы не найдем даже во всех 39 канонических книгах Ветхого Завета. Полный ответ изрекает первый пророк-проповедник Нового Завета. Заложите, пожалуйста, Бытие 22 глава и откройте Евангелие от Иоанна, первую главу. Евангелие от Иоанна, глава первая. Иоанн это не записывает, но к концу первой главы Евангелия Туана Иисус принял крещение в реке Иордан в Иудейской пустыне от Иоанна Крестителя. Потом он уходит в пустыню, он принимает искушение, проходит искушение от дьявола. Об этом Иоанн ничего не говорит, об этом говорит Матфей. А потом возвращается к месту своего крещения. И, проходя мимо Иордана, проходя мимо Иордана, он встречается с Иоанном Крестителем. Его видит Иоанн Креститель. Иоанн 1, 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот он! Вот ответ на вопрос Исаака. Вот тот, о котором спрашивала Исаак. Вот тот, которого хотел видеть Исаак. Вот тот, которого ждали все ветхозаветные герои. Где Агнец для сожжения, угодный Богу? Отче, Отец, где Агнец Божий?» Иоанн Креститель отвечает, «Вот Он, вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Блаженный Августин, принявший смерть в 430 году н.э., во время осады Карфагена, сказал так, «Бог требует от нас того, что Он дал». Кто подарил Исаака Аврааму? Конечно, Бог. Бог дает то, что Он требует, и Бог требует то, что дает. Он подарил Исаака Аврааму, а теперь Он потребовал Исаака у Авраама, но не для того, чтобы умерщвить Исаака. Он не собирался позволить Аврааму убить своего сына. Ни на минуту не собирался. Он хотел лишь доказать, доказать доверие Авраама, доказать веру Авраама. «Пока не станешь отцом, не сможешь понять, или мамой, тоже матерью, пока не станешь отцом или матерью, не поймешь, сколь высокую цену заплатил Бог Отец за жертву Иисуса Христа. Сколько Он отдал? Пока у тебя нет детей, можно подумать, «Ну какой же это героизм? Бог послал на смерть своего сына». Лучше бы он сам умер, что ли. Это очень наивное, детское, незрелое возражение, указывающее на то, что человек представления не имеет о чувстве отцовства или материнства. «Слушайте, я готов миллион раз умереть, только чтобы сын мой жил. Миллион, миллиард раз». И так чувствует себя каждый нормальный отец или мать. Что же это значит, Бог его испытывал? Что если бы последним нашим библейским воспоминанием об Иврааме был эпизод, когда он отдает языческому царю свою жену Сару, отдает ее на изнасилование «Ненавистным ей мужчинам». Что если бы вот этим закончилось повествование об Иврааме? К 22 главе его вера достигает таких высот, что он сразу повинуется Богу, сразу доверяется Богу, даже при том, что Бог требует, как кажется, требует от него страшного дела. И вот Исаак ложится на жертвенник. Девятый стих. Девятый стих. Мы читаем. Они пришли в то место, которое указал им Бог. Порой мы приходим к такому месту, где, как нам кажется, Бог предъявляет к нам жуткие требования. И пришли на место, о котором сказал ему Бог и устроил там Ивраам, жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Ивраам руку свою и взял нож. И в тот самый момент является ему ангел Господень. Это тот самый Малах Яхве? Это явление Иисуса Христа до воплощения? Возможно. Ангел Божий взывает к нему с небес и говорит, «Авраам, Авраам!» Вот я, говорит Авраам. Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Для меня. Это Христос. Ангел не скажет, «Не пожалел для меня». Почему Иисус взял на Себя человеческую природу? Зачем? Для того, чтобы вместе с ней принять на Себя и смертность. Он облегся в человеческую плоть, чтобы и умереть как человек. В мире есть сейчас два Евангелия. Евангелие талибов, согласно которому неверных нужно убивать, и Евангелие Господа Иисуса Христа, которое говорит о том, что за неверных нужно умирать. Талибы говорят, «Если ты не веришь, я тебя убью, и ты окажешься в аду». Христианин говорит, «Если ты не веришь, я готов умереть за тебя, чтобы ты пожил немного, хоть немного еще, чтобы у тебя было время покаяться и оказаться со мной в небесах». И вот какой вопрос, который из этих Евангелий от Бога, о которой от дьявола. Возвращаемся к бытию 22. Мы понимаем, что этот ангел не сотворенный. Мы понимаем, что это Малак Яхве и Иисус Христос, явившийся в Ветхом Завете до Своего воплощения. Тогда получается, что слова ангела нужно понимать так. «Не убивай своего сына, потому что я готов пойти на жертву, как и посылает меня Отец». Отец готов отдать своего сына, чтобы тебе не жертвовать своим. Вот что происходит в 22 главе книги «Бытие». Двенадцатый стих. «Не поднимай руки твоей на отрок и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, единственного сына наследника, единственного сына от возлюбленной его юности, от жены его Сары». Дальше тринадцатый стих. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Чем он запутался? Он запутался рогами и попал этими рогами в чащу, в колючки, в терновый венец. Этот овен стал жертвой вместо Исаака. Есть такой богословский термин, тип, тюпос по-гречески, предвестник, прообраз. прообраз, помогающий нам увидеть нечто другое. Так вот, Исаак — это тип или прообраз Иисуса Христа, ибо он долгожданный сын, через которого приходят благословения. Но точно так же и овен, прообраз Христа, ибо он заместительная жертва. Он умирает вместо Исаака. Я уверен, что нету в Ветхом Завете более великого фрагмента, чем 22 глава книги Бытие. И нарек Авраам имя месту тому Иегова-Ире, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Иегова-Ире Господь усмотрит, Господь позаботится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал «Моею, мною клянусь, говорит Господь». Богу больше нечем клясться, потому что нет ничего выше самого Бога. Обычно мы клянемся тем, что выше нас Бог клянется самим собой. В Америке свидетелей в суде просят поднять правую руку, а левую руку положить на Библию. и поклясться клятвой верности на Библии. Обещаю говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Зачем руку класть на Библию? Интересно, что Америка сейчас светская страна, а в суде все равно используют Библию. Идея в том, что Библия выше нас. Значит, мы клянемся тем, что выше нас, что мы будем говорить правду. Ничего выше Бога нет. Нет другого авторитета, другого стандарта, который был бы выше Бога. Поэтому и говорит он, «Мною клянусь», говорит Господь, «что так, как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Своего, единственного Своего для Меня, то я благословляю, благословлю Тебя, и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря и овладеет семя Твое городами врагов Твоих и благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса Моего». Бог давал Аврааму эти обещания на протяжении сорока лет. Он давал обетование еще тогда, когда Авраам ничего великого не сделал. А теперь, когда Авраам совершил великое, Бог повторяет эти обещания. Но почему Он обещает все это? Почему Он сделает все это? Потому что Авраам испытания выдержал и заслужил? Или потому что Бог просто обещал изначально? Конечно, не потому что Авраам заслужил, но потому что Бог обещал. Наше послушание не заставляет Бога исполнить свои обещания. Однако Бог исполняет свои обещания тогда, когда мы Его слушаемся. Кальвин сказал об этом так. Бог не исполняет Своих обещаний без нашего послушания. Другими словами, послушание не есть причина исполнения Божьих обещаний, но послушание это орудие, через которое Бог исполняет Свои обещания. Мы не можем заслужить исполнение Божьих обетований, однако те, кто верят, что нам, не заслуживающим ничего грешникам, даны Божьи обещания, те, кто верят в это, возрастают в послушании, возрастают в зрелости во Христе. Мы приходим к тому моменту в жизни, когда, да, конечно, мы все равно не заслуживаем, но все-таки хоть в чем-то уже начинаем хоть чуть-чуть больше заслуживать исполнение Божьих обещаний. Именно так и случилось с Авраамом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok